МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Делает теплыми и уютными дома каждого из нас. Будущее нашего региона создается сегодня с Большой стройкой. Сегодня программа «Большая стройка» побывает на стройплощадках города и расскажет вам, где сейчас в Гомеле возводятся комфортные и уютные квартиры. Также предоставим информацию о продаже встроенных помещений и познакомим вас с одним из лидеров по строительству жилья не только в нашем регионе, но и в целом в Белоруссии. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Более 500 тысяч квадратных метров жилья за последние 4 года возвело в городе над Сожем управление капитального строительства города Гомеля. Сегодня предприятие, которое отмечает свое 45-летие со дня основания, лидер по объему ввода жилья в областном центре. На данный момент в активе городского УКСа, больницы, поликлиники, школы и детские сады, административные здания и культурные объекты, площади и мосты, тысячи квартир. УКС создался, родился в 1983 году. Изначально в УКСе было 15 человек. Четыре отдела создано было. И уже как бы так, спустя там год-два они уже начали вводить объекты социальной инфраструктуры, школы, детские сады. В принципе, УКС создавался для строительства в социальной сфере. Жилые метры квадратные вводят жилье для людей, которые было востребовано, школы, сады, сети, водопроводы. И, например, всего-то перед временем УКС выполняет эти задачи. Да, немножко приоритеты меняются. Есть отдельные годы, когда у нас меньше пятилетки социальных объектов, как садов, детских школ. Есть, когда у нас, вручили, его приварили. Многие знаковые для города объекты – областная больница, здание цирка, гостиница «Гомель», ресторан «Беларусь», ледовый каток на улице Головацкого – возведены при участии Управления капитального строительства «Гомеля». Все, что есть в знаковом «Гомеле», построено заказчиком у города «Гомеля». И тот же лодочник, который у нас культуры – это у города «Гомеля». И цирк – это у города «Гомеля». И хочу сказать, что есть еще задумки. Вот я их скоро знаю, у нас недавно поставили задачу, что мы будем устанавливать еще один памятник в городе «Гомеле». Пускай это будет немножко интригой, но памятник будем ставить. Если говорить о дальнейших планах строительства, то стоит отметить одну из перспективных площадок для возведения жилья – микрорайон в районе улицы Федюнинского. Также продолжается стройка в микрорайонах номер 18, 94 и 104. Новую жизнь получит и 59-й, который пользуется особой популярностью у гомельчан. В ближайшей перспективе предприятие планирует начать освоение микрорайонов номер 59А и 59Б. Будет продолжаться также и уплотнение городской застройки. Если говорить сегодня о микрорайонах, то сегодня в городе «Гомеля» активно разрабатывается ПДП. Это план детального планирования. Как правило, эти микрорайоны все на сносе. То есть снос. Сегодня разрабатывается микрорайон юбилейный, который у нас находится за стадионом «Динамо». Дальше, значит, есть у нас ПДП Ильича, который разрабатывается. Но опять же, процентов 80 – это ПДП, который у нас на сносе. Конечно, эта задача очень тяжелая, нелегкая работа с людьми, потому что это вызывает у многих негодование. Кто-то прожил там десятилетиями, и сегодня приходится им как на менять свое жительство. Добиться успехов в сфере строительства стало возможным во многом благодаря профессионализму каждого сотрудника предприятия. Коллектив у нас достаточно молодой. У нас средний возраст коллектива – это 42 года. Это, наверное, один из самых молодых УКСов. Так сложилось, что отдельно у нас работают люди уже на протяжении, скажем так, каких-то династий. Кто-то работал, мама, папа, типа, продолжают у нас работать. Если посмотреть, все начальники отдела у нас молодые. Коллектив стабильный, он практически не меняется. За 45 лет работы УКС города Гомеля зарекомендовал себя на рынке недвижимости как надежный застройщик. В целом, деятельность предприятия и его проекты отмечены дипломами на различных конкурсах и соревнованиях. Стоит отметить, что в числе партнеров УКСа – проектные институты «Гомель-граждан-проект», «Гомель-облстрой-проект», «Гомель-проект», ведущий подрядчик, с которым построено около 70% жилья – Гомельский домостроительный комбинат. Прежде всего, хочу сказать всем спасибо. Спасибо нашим ветеранам, которые стали в високе создания УКСа города Гомеля. Время были нелегкие. Я когда посмотрел историю, сколько сдавалось, значит, один технодор имел только 22 жилых дома, в которых он занимался технодором и занимался водом этих объектов. За это время пошло немало минспоколений. Но приоритеты наши остались. Мы должны строить на века качественно и достойно. Поэтому всем хочу пожелать ветеранам, тех, кто сегодня рабочих ждет, счастья, здоровья, благополучия, успехов, чтобы всегда у них был задор, чтобы всегда какой-то интерес, интерес совершать что-то лучшее, к чему-то стремиться и достигать цели тех, которых каждый себе ставит. Для тех, кто мечтает жить в самом сердце нашего города, центральном районе, программа «Большая стройка» предлагает актуальные варианты жилья. Управление капитального строительства Гомеля приглашает приобрести комфортные и современные двух- и трехкомнатные квартиры в девятиэтажном доме по улице Волотовской. Площадь жилья от 63 до 97 квадратных метров. Проектом предусмотрена свободная планировка, которая дает возможность зонировать пространство так, как удобно именно вам. Жилой дом по улице Волотовской будут отличать качественное благоустройство придомовой территории и мест общего пользования. Примечательно, что в шаговой доступности от дома находятся остановки общественного транспорта, набережная реки Сож, дворцово-парковый ансамбль. Есть также детские сады, школы, торговые и объекты здравоохранения. Стоимость квадратного метра – 1449 рублей. В ближайшее время многоэтажный 120-квартирный жилой дом возведут в 21-м микрорайоне Гомеля по улице Чечерской. Кстати, рядом уже завершено строительство аналогичной новостройки. Рассмотреть предложение по приобретению возводимого здесь жилья предлагает УКС города Гомеля. Мы находимся на строительной площадке возле дома, который заказчиком выступает по строительству городского управления капитального строительства города Гомеля. Представлен дом конструктив «Широкий шаг», несущие стены железобетонные, наружная стена из пеногазосиликатных блоков. В данном доме представлены квартиры как однокомнатные, так и двухкомнатные. Однокомнатная площадь у нас 45 квадратных метров, двухкомнатная – 57 и 68. В данном доме можно говорить о наличии акции, которая распространяется на первый и на десятый этаж. Цена 1049 рублей, со второго под девятый этаж цена 1099 рублей. Всех желающим просим, пожалуйста, приходите, принимайте участие в дороге строительства. Еще одна новостройка вскоре появится в уже существующем микрорайоне Новобелицы. 39-квартирный жилой дом возводится на пересечении улиц Степана Разина-Войкова. Государственное предприятие УКС города Гомеля осуществляет строительство на пересечении улиц Степана Разина-Войкова, десятиэтажного КПД, одноподъездной. В данном доме имеются квартиры однокомнатные площадью 41,3 квадратных метра и двухкомнатные 51,5 квадратных метров. На сегодняшний момент осуществляется строительство, идет полным ходом. Квартир в данном доме осталось не очень много, так что желающих приобрести данное жилье, предлагаем прийти на улицу Советская, 19А, кабинет 2,3, написать заявление. Цена за один квадратный метр – 1070 рублей. На сегодня это самое выгодное предложение на рынке новостроек в нашем городе. Дом расположился в центре Новобелецкого района. Рядом остановки общественного транспорта, поликлиники, школы, детские сады, кинотеатр. В рамках уплотнения городской застройки в Советском районе города вблизи улицы Быховской планируется возвести многоквартирный жилой дом. За моей спиной находится будущая строительная площадка для строительства жилого 11-этажного КПД одноподъездного, в котором будут представлены однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные квартиры. В данном случае однокомнатные квартиры будут площадью 43 квадратных метра, двухкомнатные – порядка 60 квадратных метров, а трехкомнатные – около 80 квадратных метров. Начало строительства запланировано 3-4 квартал этого года. Цена за метр квадратный будет известна и формироваться на дату выхода проектной декларации. Покупка нежилых встроенных помещений – отличное решение для вашего бизнеса. Разместить ваши офисы, торговые и объекты сферы услуг можно вблизи одной из центральных магистралей города. Представителям бизнеса предлагаются встроенные помещения на первых этажах многосекционного жилого дома по улице Барыкина. По улице Барыкина продолжается строительство жилых домов, в которых на первом этаже будут расположены встроенные помещения. Что касается первого этажа, то планировка такая же, аналогичная, как предыдущих домов, которые мы построили по улице Барыкина 84-86. В данном случае можно говорить о 12 встроенных помещениях, предназначенных для реализации непродовольственными и продовольственными товарами. Общая площадь встроенных помещений составляет более 716 квадратных метров. 12 помещений представлены площадями от 51 до 83 квадратных метров. Еще одна новостройка – 14-этажный одноподъездный жилой дом появится в Советском районе вблизи Дворца культуры Фестивальной. Новостройку возводит Мозорский домостроительный комбинат. Преимущество дома в том, что он расположен в микрорайоне с уже сложившейся инфраструктурой. Мы находимся на строительной площадке жилого дома по улице Павлова. Здесь для долевого строительства предлагаются 1-2-3-комнатные квартиры по цене 1199 белорусских рублей. Спешите стать обладателями уютных квартир. Окончание строительства многоэтажки запланировано на декабрь 2018 года. Сегодня программа «Большая стройка» знакомила вас с интересными предложениями на рынке недвижимости города. Уверены, что именно вам мы помогли определиться с выбором комфортного и уютного жилья. До встречи на стройплощадках Гумеля. Редактор субтитров А.Семкин